Всем привет, говорит Гетфан. В этом видео коротко расскажу вам, чего же ждать от Октябрьской революции. Линкор, который очень скоро сможет получить себе каждый желающий через серию боевых задач. Но перед тем, как перейти к сладким подробностям, короткая реклама. Надоел обычный ТВ, а смарт слишком дорог? Достало мыло на экране в 2017-м? Устал выбирать между любимой передачей и заманчивым предложением от друзей? Что же, решение есть! Прокачай свой ящик до умного телевизора с андроид-ТВ приставкой Move Smart TV от Icon Beat. Мощный процессор, быстрый Wi-Fi и комплект всех необходимых портов на борту универсального 4К-плеера позволят почувствовать качество кинотеатра у себя дома. Без абонентской платы и смс. Узнай больше, проходи по ссылке в описании прямо сейчас. Если вы когда-нибудь что-нибудь слышали про линкор Николай Первый и думали, как же получить к себе в порт эту имбочку, то у вас представляется возможность сделать это совсем бесплатно. Хотя имбочка, увы, после обработки напильником может показаться вам тыковкой. И тому есть ряд причин. Хотя стоит отметить, что в релизе корабль может станет лучше. В конце концов, сейчас идет тест и его ТТХ могут изменить. Но если говорить про сравнение с Николаем Первым, то Октябрьская революция потеряла долю живучести, как в боеспособности, так и в бронировании. И ПТЗ тоже стало хуже. И это, напомню, при условии, что Николай на четвертом уровне, а революция уже на пятом. Но есть приятные особенности наличия ПВО. Если на Николая вы лишь надеялись на удачу, то при игре на революции даже без раскачки в ПВО самолетики сыпятся. Хотя без профильной раскачки не так бодро, как хотелось бы. Но если сравнивать с одноклассниками, то ПВО лучше даже, чем у Нью-Йорка, что уже неплохо. Но стоит еще помнить то, что зайти на советский линкор не так просто. В конце концов, маневренность тут на уровне бочкообразных американцев. Хоть и скорости немного больше. Но в сравнении с комфортом Николая Первого все равно не сравнится. Все потому, что пятерки лишены бонусного баланса. И встретиться в бою с Хирио вполне себе можно. А ведь он при ручном сбросе по Николаю Первому, лишенному ПТЗ, наделает очень много урона. При умении, конечно же. Кстати, из минусов еще важно отметить, что маскировка революции хуже. Но больнее всего бьет разница в компоновке. Если расположение башен на Императоре позволяет линкору легко менять атакующий борт, сохраняя в бою основную часть вооружения, то у революции тут только две башни разворачиваются через нос. Что неудобно, особенно если вас то и дело крутит авианосец. Само же вооружение не претерпело серьезных изменений. Как и имбочка, наша тыговка оборудована 12-ю с 305-мм орудиями главного калибра. А с повышением уровня добавили дальность стрельбы, чуть подтянули скорострельность, но в целом в бою имеющие в порту Николая Первого не почувствуют серьезной разницы. Ну а те, что не имеют, порадуются преимущество в стволах для данного уровня. Но при этом небольшой калибр при попадании вниз списка будет огорчать. Резюмируя все сказанное, Для бесплатного премлинкора, который можно будет получить за просто так, корабль вполне себе неплох. Но если вы ждете от него того неистового комфорта, что есть на Николае Первом, и хотите получить от Октябрьской революции хотя бы намек про нагиб одной левой, то не стройте иллюзий. Причина тут одна. Не самый легкий уровень достался этому советскому линкору. Рандом тут злой и медленные, слабо бронированные бочонки, при встрече с фугасоплюйками и высокоуровневыми авианосцами слишком сильно привлекают внимание. Хотя попадая в топ, вы почувствуете одушину и может даже насладитесь игрой. Один лишь вопрос, как часто вас будет закидывать в топ. Но это, напомню, был обзор с теста. На релизе, может быть, чего еще и подтянут. Ну а я пока же закругляюсь. Условия его получения я расскажу завтра в Палундре. Ну а сейчас благодарочка вам за просмотр, лайк и подписку на канал, если вы это сделали. Очень надеюсь, что данное видео понравилось вам. Пишите в комментариях свою оценку корабля. Вот и все. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok